На зов Родины 1 октября в стране стартует осенняя призывная кампания. Только из Чувашии в армию отправится более тысячи юношей. Подробнее расскажет Рифат Фадкулин. Сухопутные, десантные, ракетные. Чувашских ребят охотно берут в эти войска. Большинство новобранцев, а это порядка 70%, будут служить в военных частях западного военного округа. У нас связано это с отправкой из города. Вы знаете, у нас входит прямой поезд через Москву. Это наши два поезда. Нам возможность будет сажать ребят здесь, прямо в городе, и отправлять их назад. Каждая призывная кампания имеет свои особенности. В этом году уменьшилось число призывников. Некоторые не прошли медицинскую комиссию, имеют плохое зрение, проблемы с позвоночником, сердцем. Небольшое снижение, порядка 230 человек у нас меньше. Но я сразу хочу сказать, это не потому, что нам меньше дают нарядов и так далее. У нас снижается количество ресурсов. Все зависит от того, сколько у нас стоит молодых людей на войском учете. К сожалению, существует определенная проблема. Нас очень сильно волнует. Это качество. Качество, в первую очередь, по состоянию здоровья. Еще одно изменение. На этот раз призывники отправятся служить из столицы республики. Здание сборного пункта в Канаше, построенное полвека назад, непригодно для размещения там новобранцев. В ходе первого этапа проектно-изыскательских работ, комиссия пришла к выводу, что здание не подлежит ремонту, подлежит сносу. Главой республики Николай Васильевичем Игнатьевым принято решение рассмотреть возможности предоставления временного помещения или временных объектов для осуществления призыва в данном случае осенью 2019 года. Им стало здание по улице Константина Иванова, дом 30. В этом году повестки не смогли вручить 1700 молодым людям. Много причин. Люди выезжают. Жизнь из жизни. Где-то кто-то выехал за пределы республики по каким-то своим личным проблемам. У кого-то сложились так обстоятельства, что нужно помочь родственникам, где-то трудоустроиться на период какой-то. Но есть правило. Это порядок выезда за территорию. Если свыше вы выезжаете, чем на три месяца, нужна временная регистрация и временный воинский учет. То есть если свыше на три месяца вы выезжаете, то нужно поставить. Если вы этого не делаете, значит вы нарушаете порядок регистрации, как гражданина Российской Федерации, и порядок воинского учета. Уже это административное наказание. Плечет за собой. Ну а тех, кто получил повестку, но не дошел до военкомата, наказывают по всей строгости закона. Вплоть до тюремного заключения. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика.